привет друзья доброе утро вы на канале moto sancho сейчас половина седьмого утра я направляюсь на вокзал чтобы отправиться в минск в гомеле легкий утренний мороз все лужи подмерзли машины покрылись инеем над головой я вижу звезды небо ясное а в минске по прогнозу сегодня плюс 2 плюс 3 и дожди я вот иду и думаю а по погоде ли я оделся неделю назад точно так же шел утром на автобус чтобы отправиться в киев а сейчас на поезд добираться до минска будем вот таким транспортом скорый поезд 300 километров проходит за 2 часа 50 минут фактически без остановок попытался доспать в поезде то что не доспал ночью дома и вот мы минске прогноз кстати не оправдался в минске солнечно и легкий морозчик небо чистое погода классная отправляемся по делам пожалуй один из самых узнаваемых видов минска выход с железнодорожного вокзала две башни на левой часы видим сейчас без десяти без пяти десять чуть не ошибся думал без 5 11 нет а на правой башне герб советского союза нам необходимо нырнуть в метро и доехать до станции академия наук меня интересует улица сурганова в чем особенность минского метро это в неглубоком залегание здесь даже эскалаторов нет спустились два пролета и вот пожалуйста мы уже в метро стоимость проезда 70 копеек белорусских ухты какой фонарь интересный а вот и поезд нашего направления вот сейчас на контрасте с киевским метро в котором был совсем недавно могу сказать что в белорусском во-первых очень мало людей а во вторых все как-то передвигаются неспешно в киеве бегом-бегом на посадку бегом на выход бегом на эскалатор толпа а здесь смотрите людей мало все ходят расслабленно и вот мы оказались на поверхности кстати погода действительно меняется появляется какая-то облачность кинотеатр октябрь а мне надо определиться где у нас улица сурганова все сориентировался это у нас здание белорусской академии наук а нам туда и настала наверное пора прояснить наконец ситуацию а зачем же я приехал в минск сегодня а приехал я сюда покупать квадрокоптер для того чтобы в путешествиях в поездках можно было снимать какие-то красивые кадры ну вот что-то вроде этого и собственно чему удивляться если санчо за вкладышами ездил в киев своим ходом то почему за коптером не съездить в минск но на самом деле есть несколько причин я когда занялся вплотную вопросом приобретения коптера изучил предложение в интернете и остановил свой выбор на официальном представители диджай в беларуси это магазин коптер маркет причины на самом деле три это разумные цены это официальная гарантия и что немаловажно это бесплатное обучение при покупке и вот здесь кроется ответ на вопрос а зачем я приехал в минск ведь у любого серьезного магазина должна быть доставка есть доставка бесплатная по всей беларуси до порога но тогда обучение я бы не прошел а учитывая что я впервые сталкиваюсь с квадрокоптерами очень не хотелось бы купить сейчас дорогую игрушку и просто ее разбить вот и добрался я до цели своего маршрута торговый центр европа где-то здесь базируется офис коптер маркета вот только найти бы где нашел нашел я коптер маркет правда пришлось для этого задействовать евгения видите как они спрятались между двумя магазинами ухты ухты а тут все серьезно здравствуйте вы тоже что-то снимаете я смотрел я смотрел ролики достаточно интересно именно про мавик мини где испытывали его огнем водой водой я поразился неужели его нигде не коротнуло здорово ну на самом то деле можно же иногда попасть куда-то в дождь неожиданно еще что-то такое здорово как наверное ребят вы уже поняли я остановился как раз на мавик мини за его вес 249 грамм что очень удобно в путешествиях то есть по законодательству многих стран он не требует какой-то обязательной регистрации летать можно без проблем на ну и компактный компактный он по факту размерами с мобильный телефон особенно когда складываются все эти штанги пропеллеры в карман положил и пошел запустил полетал поснимал снова все свернул пожалуйста вот зацените какие в кейсах есть коптеры мавик 2 и целый чемоданище в котором хранится вот такой до полноценный вертолет а уж какая здесь оптика и какой здесь подвес ну как раз как раз кадры испытаний ребята запускали этот этот именно этот дрон здесь через открытое пламя через потоки воды так что в принципе показал себя надежным ну и вот они в упаковочке есть мавик мини просто дрон а есть комбо комплектация которая включает в себя хаб с тремя батареями кейс и защиту защиту дрона я думаю стоит сразу брать такую комплектацию чтобы не запороть с лопасти не запороть сам дрон во время первых полетов одеть на него сразу защиту освоиться привыкнуть ну что же что же разобрались мы поучились попрактиковались сходили на улице попробовали этот коптер увели прям за пределы видимости мне было не по себе немножко держишь пульт в руках видишь на экране изображение а сам коптер не видишь он где-то там в дымке тумана погода кстати на улице подпортилась и не обошлось без ложки дегтя в бочке меда дело в том что мой телефон не вяжется с мавик мини поэтому скорее всего придется либо танюшкин пробовать подключать либо еще какие-то варианты искать но это не повод отказываться от коптера просто просто небольшие трудности вот пожалуй все я стал счастливым обладателем мавик мини у меня остается ваш телефончик если вдруг какие-то вопросы можно я буду звонить вас беспокоить спасибо спасибо за все и я побежал побежал дальше счастливо пока 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 конечно немного жаль что такая накладка получилась телефоном но возможно это и к лучшему обзавестись отдельным простым недорогим телефоном именно для съемки именно для дрона который не будет забит дополнительными приложениями какими-то навигаторами какими-то браузерами и будет максимально оперативно работать именно на связь с коптером и именно для съемок в общем будем считать что все что не делается все к лучшему до погодка на улице подпортилась даже прошел небольшой дождик как по прогнозу и обещали у меня остается 6 часов до моего поезда обратно и я тут задумался чем же заняться была мысль как и в киеве отправиться куда-нибудь в центр посмотреть красивые места достопримечательности но потом я понял мы в минске здесь есть минске мотовелозавод и многие у меня спрашивали а как там завод себя чувствует а что он сейчас производит а поехали посмотрим братьцы беру свои слова обратно после обеда в метро очень даже плотненько выбрался на партизанский проспект и вот на другой стороне дороги у нас начинается территория минского мотовелозавода а вон и магазин фирменный магазин пойдемте я уже бывал здесь но это было очень давно и тогда в этом магазине были представлены абсолютно все запчасти можно было собрать целый мотоцикл 125-ку двухтактный минск ну а сейчас видим уже рекламу x 250 эндурик под брендом минск это уже не аист магазин moto вела там вела мастерская здесь магазинчик пойдемте посмотрим о новый минск минск 400 я видел в интернете этот мотик отложен для виктора двигатель 400 кубов одноцилиндровый четырехтактный воздушник стартер 27 29 лошадей шестиступенчатая механика вилка телескоп это мы видим маятниковая спружинно-гидравлическим амортизатором передний задний тормоз диски наружный просвет 240 сухая масса 163 стоимость 5700 белорусских рублей ну не знаю за такую цену 400 к с китайским по сути мотором надо почитать про них отзывы ну а что здесь у нас еще есть есть куртки из экипа есть шлемы скр 250 что за зверь такой тоже минск интересно такая лютая бобрятина обратите внимание сидение алюминиевое крыло такое причем брутально ободранное мотоцикл стильный как он по характеристикам и по езде не знаю но выглядит достаточно неплохо особенно для города вот эти мы видели это x250 и по-моему он же в черном исполнении 225 кубов цена 3000 белорусских рублей ну по крайней мере что-то из мотоциклов минске еще делает а также огромное количество велосипедов нашел еще один торговый зал здесь представлены два мопеда минск d4 по сути это альфа только сборки белорусской минск 125 к 2200 рублей и оплаченная александром 250 к x250 кстати полису погонять на таком мотоцикле очень по моему неплохо двигатель здесь по хондовской лицензии движки удачные и они не только на минск идут но и на рейсер и на много 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 чего также здесь есть что-то по запчастям по крайней мере фильтр сидение что-то по вилкам перевертыш можно взять отдельно использовать для постройки чего-нибудь грязевые подножки с зацепами это совсем уже в оффроуд можно подушку порвать это пол помягче ну что ж не бесполезно зашел посмотрел интересно было по крайней мере увидеть 400 ки вживую не знаю как по соотношению цена-качество лично я за эти деньги наверное такой мотоцикл не брал бы искал бы что-то из японского мотопрома пускай бы ушная но но японца honda yamaha suzuki а вот и центральная проходная завода и видим что в 2015 завод мотовело отмечал 70 лет то есть в этом году будет уже 75 сколько мотоциклов вышло отсюда свое время обратите внимание на решетку на воротах честно говоря не совсем похож на минск больше смахивает наяву но да ладно ну и куда бы нам теперь отправиться ведь времени еще предостаточно и я предлагаю посетить еще один символ минска белорусскую национальную библиотеку поднимаюсь из метро а на улице идет снег зима в минске а такая хорошая погодка была утром и где же у нас библиотека сейчас определимся я думаю где-то там нашел все-таки нашел такое здание потерять сложно и так национальная белорусская библиотека форма здания угадайте как называется промба куба октайдр строили с 2002 по 2006 годы и в буквальном слове всей страной я сам помню учился еще в техникуме и мы тогда сдавали по 5000 белорусских рублей но тех еще тысяч когда мы все были миллионерами на строительство библиотеки 4 года и вот такой результат чем она знаменита ну в принципе своей формы и тем что она находится в центре минска и ночью она красиво светится и все приезжают сюда пофотографироваться поснимать в общем достопримечательность в плане хранения книг возможно это очень удобно и здорово но как библиотеку я ее почему-то не воспринимаю скорее как архитектурный некий казус когда мы ехали по казахстану и заезжали в астану нам ребята показывали какой красивый город и вот там я вспоминал нашу библиотеку потому что в астане тоже очень много таких необычных архитектурных решений ярких чтобы показать всем у нас есть вот такое а у вас нет и уверен практически в любой стране обязательно строят что-нибудь такого чего ни у кого нигде нет ветер поднялся снег идет а я как и обещал сообщал о своих передвижениях по минску в инстаграме в контакте не сообщал да моя вина и вот здесь на библиотеке сейчас встретились с павлом привет решил я отсюда двинуть в торговый центр замок я точно знаю что там есть неплохой ресторан самообслуживания а павел предложил меня подкинуть я не стал отказываться проезжаем площадь победы а теперь посмотрите направо проезжаем музей великой отечественной войны внутри я правда не был но когда-нибудь надеюсь мы это исправим дальше по правому борту проплывает палац незалежности это дворец независимости вот такое серьезное здание которая подчеркивает всю нашу мощную независимость а впереди площадь белорусского флага высокий флагшток я вот паше только что рассказывал мы когда ехали по азербайджану практически в любом населенном пункте в любой деревушке стоит в центре на площади такой же флагшток и огромное знамя кстати в житикаре по моему тоже а нет не в житикаре в руки бастузе мы тоже видели большой-большой такой флаг казахстана ну и в астане конечно от телевизоров не было а может я не помню что спасибо спасибо по что подкинул давай до новых встреч значит больше подписчику я жду когда сотня будет ну да все ждем все ждем спасибо все счастливо подписывайтесь на канал на канал Саня очень классный хороший человек удачи ему и вам с ним тоже будем вместе ну отлично а мы пойдем пообедаем пообедаем я у Паши спросил Паш говорю а торговый центр замок это далеко он говорит да нет садись тут недалеко я тебя подкину и повез меня считает через весь Минск ну вот долго мучился не мог вспомнить где но все-таки нашел на четвертом этаже ресторан самообслуживания папоротькветка решил пока не объедаться поскольку сразу начнет клонить в сон поэтому взял борщик и салат цезарь думаю так легенький перекус мне достаточно будет неожиданный резкий переход вроде только что сидел обедал и тут раз уже почти на вокзале дело в том что там в торговом центре замок встретил своего подписчика Василия который предложил меня до вокзала подвезти я естественно согласился однако Василий попросил его не снимать и не показывать ну у всех есть свои какие-то мотивы и какие-то поводы не светиться на камеру может быть а я тем временем приближаюсь к вокзалу время пять часов через два часа у меня стартует поезд я думаю мы еще на вокзале встретимся с кем-нибудь из ребят а вот уже и 6 часов мы уже на вокзале приехал Дима Дима Саша и сейчас нам навстречу еще кто-то ехал ох здорово ну наконец-то мы тебя встретили привет привет Саша очень приятно как дела отлично у нас тоже погода подвела утром было хорошо а сейчас так эх вот и подходит к концу мое путешествие по Минску подали поезд одиннадцатый путь ну что ребят спасибо что подъехали нашли время встретиться очень приятно было пообщаться вообще час пролетел просто вот так как одно мгновение одна тема плавно перетекает в другую в третью ну а я побегу уже искать свое место и укладываться спать у меня два часа пятьдесят минут тихого спокойного сна до дома все счастливо пока будете в Гомеле милости просим ну или я выберусь в Минск снова увидимся счастливо ну вот и поехали немного неудобно правда что спиной вперед а вот уже и вокзал Гомеля я добрался и направляюсь домой отдыхать в целом поездка получилась достаточно выматывающей но несмотря на это поспать на обратном пути у меня не вышло по всему поезду бегали очень шумные крикливые дети и я решил потратить время с пользой сидел читал в интернете статьи почему же Mavic Mini квадрокоптер который я купил не стыкуется с моим телефоном оказывается он согласен дружить только с 64 разрядной системой Android а 32 битную систему не поддерживает просто с ней не вяжется на 64 битах работают многие но более современные как дорогие так и дешевые и вот мой вроде хороший менять бы его не хотелось но 32 битный Android в итоге варианта по прежнему два либо ждать когда DJI выпустит обновление для работы приложения с 32 битными андроидами либо покупать другой телефон ладно я уверен что мы с этой проблемой так или иначе разберемся а для начала необходимо поужинать и хорошенько выспаться на этом у меня все всем спасибо всем счастливо и всем пока 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 что я